Привет ребята, мы продолжаем изучать гигантских улиток охотин и сегодня я хочу показать вам на что способны эти интересные создания. С первого взгляда улитки кажутся такими нежными, хрупкими и отчасти это правда, но мало кто знает на что они способны. Вот например взять их самую главную мышцу, ногу. Улитки прилипают и ползают с ее помощью по разным поверхностям и чем ровнее поверхность, тем надежнее цепляется улитка. В этой самой ноге и кроется первый интересный факт. Вот например возьмем перчатку, которой я обычно вычесываю хайпика. На перчатке множество резиновых шипов и хайп она безумно нравится. А улиткам смогут ли они ползти по такой поверхности? Нога моллюска очень легко обтекает резиновые неровности и принимает форму поверхности перчатки. Как видим улитки не испытывают особых трудностей. Ну в принципе это было предсказуемо, поэтому повышаем вставки и используем девайс пожестче. Кто знает что это такое и для чего предназначена такая приблуда? Пишите в комменты свои варианты, а я их с интересом почитаю и отвечу кто из вас был прав. Одно могу сказать заранее, шипы на ней уже железные и очень острые. Итак, с одной стороны охотины, с другой их любимое лакомство банан. Улитки оценивающие смотрят на грозное препятствие на своем пути. И вот одна из них все же решилась ползти за вкусняшкой. Ребята, это невероятно! Охотина легко преодолевает острые металлические шипы и движется к банану. И так улитки легко переползли через препятствие и получили заслуженную награду. Смотрите как она спокойно трескает банан сидя на шипах. Это еще раз доказывает, что никакого дискомфорта улитки при этом не испытывают. Что ж, усложним задачу еще больше. Помните самый острый в мире нож из нашего видоса, который вышел пару месяцев назад? Он разрезает все буквально от одного прикосновения. Просто монстр! Так вот сейчас улитки попытаются переползти этот нож прямо по лезвию. Вот, но и те же преграда и вкусняхи, которые спрятаны за ножом. Первая пошла. Улитка лезет по лезвию вверх. Вот ее голова уже на самой режущей кромке. Блин, мне даже страшно! А улитки хоть бы что! Конечно, такой удивительной способности есть научное объяснение. Дело в том, что их тела выделяют слой густой слизи, который и защищает ее от получения ран. То есть улитки как бы плывут на своем муцине, фактически не касаясь своим телом поверхности. С ножом получилось удивительно, но это еще не все. А теперь давайте посмотрим, как улитки справятся с иголками, которые могут встретить в дикой природе. Например, вот такой вот прикольный ежик. Сможет ли улитка оседлать ежа и ползти по нему? Сразу хочу оговориться, в природе такого случиться не может, так как ежи банально быстрее улиток и не позволят на себя взобраться. А еще в дикой природе ежики едят улиток. Но нашим это явно не грозит, они по размеру сами почти как еж. Попробуем подсадить улитку на ежа. Так. Ежик по-моему не против такого необычного наездника. Да, это тебе не яблоки таскать. А улитка видимо не в восторге. Сколько мы не пробовали усадить улитку верхом, ничего не получается. Все дело в том, что моллюск сам должен взлезть на острый предмет. Тогда он успевает выделить необходимое количество слизи и сделать это безопасно. Но не переживайте, в результате съемок ни одна улитка не пострадала. А ежики тем более. А теперь минутка рекламы. Ребята, кто еще не в курсе, мы запустили новый канал, где публикуем все самое лучшее, что снимали на Live Today. Без лишних разговоров и затягиваний. Только экшен на LT2.0. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на наш новый канал. Еще одной удивительной способностью гигантских улиток является их грузоподъемность. Как я уже говорил, улитка имеет очень мощную ногу-присоску. Она позволяет улитке присасываться к стеклу в террариуме и висеть так вверх ногами. Наши улитки часто вытворяют даже вот такие цирковые трюки. Одна улитка вылазит на другую и они обе висят на потолке. То есть липучка улитки может легко выдерживать два своих веса. На полу улитка может взять на себя еще больше. Проверим это при помощи пластилина. В этой упаковке 300 грамм. По крайней мере и так заявляет производитель. Ты посмотри тютелька в тютельку, даже странно. Теперь взвесим саму улитку. 120 грамм. То есть вес пластилина ровно в 2,5 раза больше. Пластилина получилось так много, что кажется улитке ни за что не сдвинутся с места. Но это только на первый взгляд. Давайте посмотрим в ускоренной съемке. Видно, что улитку ничуть не тяготит такой багаж. И она уверенно двигается к своей цели. 2,5 своих веса. Только представьте. Это все равно, что человек нес бы на горбу 2 центнера. Ребята, давайте так. Как только вы наберете 50 тысяч лайков под этим видео, мы попробуем выяснить, какой максимальный вес готова поднять улитка. С весом разобрались, но и это еще не все удивительные способности охотин. Их слизь, или точнее входящий в ее состав муцин, имеет целебное свойство и способствует заживлению ран. Это рана на руке, напоминание о необходимости пользоваться защитной амуницией при езде на квадроцикле. Посадим на нее одну из улиток. Она обильно смазывает слизью поверхность раны. Конечно, сейчас эффект мы не увидим, поэтому я сразу покажу результат действия муцина через 3 недели. От раны остался небольшой шрам. Но на этом не стоит прекращать улиткотерапию, так как муцин также способствует рассасыванию шрамов и рубцов. И это не пустые слова. Существуют специальные маски для лица на основе слизи улиток. Но можно использовать и живую улитку. Это, кстати, довольно дорогая процедура. Цены достигают полутора тысяч рублей за один сеанс. В случае с лицом эффект заметен уже на следующий день. Кожа становится мягкой и эластичной, как попа у младенца. Ладно, ребята. Все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok